9-месячный Тимур из них самый любопытный. Вертит головой, следит за камерой и даже немножко ползает. Рядом такой же Круха Улар. Он научился держать голову и теперь разгадывать мир. Вокруг ему, наверное, намного интереснее. Но от того, как они заглядывают в глаза, у взрослых наворачиваются слезы. Это вот со стороны люди приходят, а они плачут. А вот нам нет. Играют со нами, контакт с ними. Контактируем. Лола – волонтер в Доме малютки. За два года, что она сюда приходит, отказников из России привозили много раз. Малышка на ее руках тоже родилась в Москве. Кто ее мама и папа, и почему они бросили своего ребенка. Лола себе таких вопросов давно не задает. Не знаю, разные, может быть, случаи. Не знаю, я не могу сказать про них. Сейчас в Доме малютки живут 8 детей из России. Где работали их родители, в каких условиях жили и почему бросили своих детей. Избавиться от малышей. Некоторые из них могли попытаться еще во время беременности. Есть и среди них недоношенные. Очень много врожденных пороков. Отставаний в физическом и психическом развитии. Поражение центральной нервной системы. Их мамы не следили за собой во время беременности. Плохо питались, испытывали стресс, боялись реакции родственников. Думали, как прокормить ребенка. Многих из них не хотели еще в утробе. Оттого, наверное, эти малыши уже ничего и не ждут, и не требуют. Сами играют и почти не плачут. Но многим из них еще может повезти. Таких маленьких детей часто усыновляют. Наша работа начинается еще до того, как эти дети приезжают из Российской Федерации. Приходит письмо, и мы начинаем искать их биологических родственников. Работаем с ними и выясняем, хотят ли они забрать малыша. Если нет, то даем им вторую попытку, когда ребенок прилетает в Кыргызстан. Бывает так, что родственники могут передумать, увидев, например, внука или родного племянника. Наша цель – постараться устроить малыша в биологическую семью. В противном случае ребенок попадает в базу данных по усыновлению. За 8 лет в этот дом малютки привезли около 70 отказников из России. Сдают государству мигранты детей в крайних случаях. Чаще всего те, кто уже живет там или только собирается уезжать из Кыргызстана, оставляют детей родственникам или близким. Но и там малыши не всегда в безопасности. Страшная статистика происшествий с детьми мигрантов с каждым годом только растет. И что с этим делать ни власти, ни гражданское общество не знает. Дюбек Багалиева, Самат Алжибаев. Настоящее время. Азия. Бишкек. Кыргызстан.